После этого видео ты точно сможешь написать бит, но если ты впервые открыл FL Studio, то посмотри сначала вот это видео, это первая часть, потому что прямо сейчас ты смотришь FL Studio для начинающих, часть 2. Еще с прошлого видео в микшере на мастере стоит софт клипер, в прошлом видео я сказал почему. Ставим темп 162 удара в минуту, потому что я хочу в этом видео написать довольно быстрый бит. И если конкретно у тебя проблемы с тем, в каком темпе писать свои биты, то есть два пути. Ты можешь правой кнопкой мышки нажать на темп и нажать таб и набить мышкой темп торой по кайфу. Либо если есть бит, который не твой, но тебе нравится его темп, и ты хочешь написать с таким же темпом, то открываем сэмплер, нажимаем на папочку, закидываем этот бит в FL Studio, правой кнопкой мышки на него нажимаем, жмем Detect Tempo. Скорее всего он от 100 BPM до 200 BPM, так что выбираем от 100 до 200, и это 120 ударов в минуту. Ударный и бас мы пишем с помощью сэмплов, но с мелодиями не все так просто. Их можно писать с помощью VSTI плагинов, например стандартных как Sakura, GMS или Harmless. Правой кнопкой мышки нажимаем Insert и выбираем плагин из списка. Либо можем писать с помощью DirectWave библиотеки, как в прошлом видео. Либо мы можем скачать готовый луп с Лупермана, но это крайне скользкая дорожка. Либо мы можем воспользоваться сэмплированием нормального человека, если тебе это интересно, напиши в комментариях. Но есть еще один путь, это SynthShot, это one-shot сэмплы инструментов. Это не самый крутой, но точно самый простой путь. Он отлично подойдет для такого простенького бита, который мы сегодня и напишем. Ссылка на этот пак, который я использую в этом видео, будет в паблике школы битмекинга, потому что он в свободном доступе. И вообще их довольно просто найти. Например, в YouTube вбиваете SynthShot Free. А как закидывать сэмплы в FL-ку вы уже знаете благодаря прошлому видео. Закинем сэмплы. Их можно просто перетащить, а можно правой кнопкой мышки нажать на сэмпл и выбрать Open & Sampler Channel. И это по сути абсолютно то же самое. Но вот эти сэмплеты кошмарно тихие. Что с этим делать? Просто нажмем Normalize, они станут погромче. Но мы слышим, что в начале есть щелчок, а в конце есть щелчок. Как их отпилить? Наводим мышку на Sample Start и один раз крутим колесо мышки. Отпиливаем, получается маленький кусочек. То есть сэмпл начинается не с самого начала. Это, как я уже говорил, скучные настройки сэмпла. Есть еще веселые настройки сэмпла, которые здесь. Это Boost и так далее. Кстати, после того, как вы нажимаете Normalize, то Boost уже ни на что не влияет. Так что я настоятельно не рекомендую использовать функцию Normalize для киков и басов. Но в конце щелчок еще остался. И вот он отчетливо виден. Чтобы его убрать, просто крутим Late, вот эту Late-крутилку. И это отпиливает продолжительность. И чтобы он не обрубался вот так вот резко, мы можем крутануть еще немного Out. То есть это Fade Out. Он немного скрадывает громкость окончания сэмпла. И вот мы получили нормальный сэмпл. Проделаем то же самое с остальными. Но с этими сэмплами есть еще одна проблема. Они играют на разных нотах. Это настоящая проблема. Потому что вот представьте, вы купили мороженое, разворачиваете его. А там купон на бесплатную Omnisphere. Вот кто такое потерпит? И то же самое с сэмплами. Так что это нужно срочно исправить. Для этого открываем сэмпл. Правой кнопкой мышки на него жмем. И Edit in Pitch Corrector. Открывается Newton. И видим, что вместо того, чтобы этот сэмпл был на до, он на ми. То есть на ноте Е. А должен быть на ноте С, которая до. Заходим в настройки этого сэмпла. Вот на шестеренку жмем. Видим, что синяя полоска на ноте С. Перетаскиваем ее на ноту Е. И все становится окей. Слушаем. Нет, не все окей. Вот этот сэмпл мимо ноты. Правой кнопкой мышки на него жмем. Снова жмем Edit in Pitch Corrector. Видим, что он тоже на нотке Е. То есть это С, это Д, это Е. Снова заходим в его настройки сэмпла. Снова правой кнопкой мышки кликаем на нотку Е. И теперь все звуки звучат на одной ноте. Правой кнопкой мышки жмем на звук. Piano Roll. Начинаем прописывать мелодию. Я почти уверен, что вы слышали, что есть всякие ноты, аккорды, тональности. Но, скорее всего, вы не особо в этом разбираетесь. EFL о вас позаботилась. Вот тут вот нажимаем. Открываем вкладку Helpers. Заходим в Scale Highlighter. Я выбрал D Sharp. Это Re, Dies. То есть есть нота Re, это D. А есть с Sharp, это Dies. Черная клавиша, короче. Вот это D, это белая клавиша. D Sharp, это черная клавиша. Неважно. Это будет главная нота в моей мелодии. Мы будем писать мелодию в тональности Re, Dies. И вот здесь мы выбираем лады. А на объяснение, что такое скейлы или лады, мы можем потратить целую минуту. Так что рекомендую либо Minor Aeolian, это самый базовый стандартный минор. Либо Minor Harmonic, либо Other Pridgen. Мы остановимся на Minor Aeolian. Наша главная нота D Sharp подсвечена более контрастным цветом. А все остальные, которые входят в наш лад, подсвечены просто светленькими. Это именно те ноты, которые входят в наш лад. На них мы можем строить свою мелодию. А темненьким, соответственно, подсвечены те, которые не входят в наш лад. Пропишем простенькую мелодию. И мелодия в первую очередь должна быть ритмической. Да, в начале ваши мелодии из-за этого могут быть простыми. Но пусть они лучше будут простыми и ритмическими. И они будут помогать ритму ударных, чем они будут состоять из нагромождения какой-то бессвязной дичи. И они будут мешать звучать ударным. Например. Включим метроном в качестве бета. И мы явно слышим, что эта мелодия точно не будет мешать ударным. Так что вот тут наверху выделяем и нажимаем Ctrl-B. Либо зажимаем Ctrl, проводим левую кнопку мышки, выделяем, зажимаем Shift, перетаскиваем и тем самым тоже дублируем. Но, естественно, если на протяжении всего бета будет звучать только это и все, то это будет полная фигня. Так что мы сделаем жирное развитие. Вот здесь вот, где по сути должен быть этот звук, но его нет, мы его поставим со смещением. Тоже ноту. И еще, чтобы мелодия была ритмической, вы можете ставить нотки на начало четвертей. Как я говорил в прошлом видео, вот это один такт, и у него есть 4 четверти. Первая, вторая, третья и четвертая, соответственно. Если вы будете ставить нотку на начало четверти, то вы точно не ошибетесь. И, скорее всего, все будет в порядке. Так что можете поставить нотку в начале любой четверти и... А в конце у нас будет прям настоящее ускорение. Мы используем именно подсвеченные нотки, и все звучит нормально. И за счет вот этого маленького элемента мелодия сразу оживает. И поскольку у нас как и визуально, так и в целом на слух очень много свободного места в мелодии, мы можем прописать вторую мелодию. Кстати, многие из вас спрашивали, как я сделал так, чтобы у меня были названия всех нот. Так это же очень просто. Мы нажимаем снова настройки пиано ролла, открываем вкладку View, заходим в Key Label и жмем All Nodes. Вторая мелодия будет тоже очень простой. Торо-дон-дон. Вот у нас в середине такта у первой и главной мелодии играет нота, а здесь ее нет в середине такта. Так что мы ее проставим на втором инструменте. И снова повторяем. А здесь уже будет тон-дон-дон. То есть, чтобы тоже была хоть какая-то вариативность. Для второй мелодии мы руководствуемся уже следующим правилом. Она не должна мешать звучать ударным. Она не должна мешать звучать основной мелодии. И она должна быть прописана по подсвеченным ноткам, которые входят в наш лад. Снова это выделяем. Зажимаем Shift, дублируем. А в конце нарушается одно из правил. Вторая мелодия мешает звучать основной мелодии. Потому что вот здесь вот у нас нотка F. А вот здесь вот в основной мелодии использована нотка B. И, кстати, я это вижу благодаря тому, что я нажал сочетание клавиш Alt-V. И вот эти серенькие нотки — это тени нашей основной мелодии. Это называется Ghost Channels. И если вы хотите быстро перейти в редактирование основной мелодии, то достаточно два раза правой кнопкой мышки кликнуть на Ghost Channels. Два раза кликаем правой кнопкой мышки и переходим в редактирование основной мелодии. Два раза кликаем по второй мелодии и переходим в нее. Просто перетаскиваем вот эту нотку так, чтобы она совпадала с ноткой основной мелодии. И вторую нотку тоже перетаскиваем так, чтобы она совпадала с ноткой основной мелодии. По-прежнему у нас куча места свободного в мелодии, так что можем прописать третью мелодию. Она будет более сложную партию играть. Теперь мы можем также с Control это выделить, зажать Shift, перетащить. И здесь добавить еще одну нотку, чтобы опять же была вариативность. И мы ставим ту же самую ноту, которая есть уже в дополнительной мелодии. Но будет круче, если она будет играть на октаву выше. У нас F-Sharp 5, но если она будет F-Sharp 6, то по сути это будет та же самая нота, просто выше. Так что Control зажимаем, выделяем. Зажимаем снова Control, нажимаем стрелку вверх и она перетаскивается на октаву выше. Снова это все выделяем, зажимаем Shift и перетаскиваем. Но смотрите, это нота F-Sharp 6, а здесь у нас играет просто F. Так что эту ноту тоже нужно опустить на F. И тогда никаких проблем не будет. Еще эти звуки довольно длинные, а мне хотелось бы, чтобы они были более короткими, чтобы бит ощущался так более живым. Поэтому мы заходим в каждый сэмпл, заходим в его настройки и можем подкрутить еще немножко Fade Out. То есть еще сильнее съесть у них окончание, чтобы получить более короткое звучание. Вот мне так гораздо больше нравится. Кстати, вы могли не знать, но у меня есть канал с битами. То есть канал, куда я выкладываю свои биты. И вот только-только недавно там вышел новый биток. Вот он по подсказочке, вы можете на него перейти, послушать этот биток. Если понравится, поставить ему лайк и подписаться на канал. Мне будет приятно. Теперь начнем добавлять ударный. Начнем с баса. И поскольку я говорил, что бас в первую очередь это мелодический инструмент, чем ударный. Мы точно так же, как и у сэмплов, можем проверить его высоту тона. Правую кнопку мышки жмем, Edit and Pitch Corrector. И видим, что здесь он звучит на ноте C. Это значит, что все окей, ничего редактировать не надо. Как я говорил в прошлом видео, у нас есть нечетные такты. Вот этот. И четные такты, как второй. И в нечетных тактах удар по кику располагается на первый удар, первой четверти такта. А в четных тактах кик располагается на первый удар, второй четверти такта. И вот это самое базовое и самое простое расположение кика. Ну, в нашем случае баса. Ничего мы можем добавить сюда дополнительный звук. Например, вот так. Но мне кажется, что прикольно, если он будет на другой ноте. Здесь у нас в мелодии играет нота B и... Я бы хотел, чтобы он звучал пониже. Выделяем ее, зажимаем Ctrl-стрелка вниз и она оказывается на октаву ниже. В конце мы тоже можем добавить прикольное ускорение. Тут вместе с клэпом будет звучать бас, но давайте перенесем его тоже повыше. И слышите? Что-то не то. А это не то заключается в том, что бас накладывается сам на себя и начинается... Чтобы этого не было, нужно просто на бас правой кнопкой мышки нажать и выбрать Catted Self. Чтобы каждый новый бас обрубает предыдущий и он не накладывается сам на себя. Клэп можно располагать вот так, вот как мы делали в прошлом видео. Но мне гораздо больше нравится вообще все прописывать в пианороле, в том числе ударные, потому что просто так появляется больше возможностей контролировать, регулировать, настраивать, делать всякие интересные штуки. Вот здесь вот нажимаем и переключаем вид паттерна Channel Rack, вид именно пианорола. Открываем пианорол для клэпа и на C5 располагаем его, так же как и в прошлом видео, посередине каждого такта. На первый удар, третий четверть такта. И так в каждом такте. Добавим хай-хэт и точно так же, как и вот в таком режиме, можем правой кнопкой мышки на него нажать и сделать Fill each two steps. Можем удалить его, просто нажав Delete и пропишем более интересную партию. Конечно, не намного круче, но мне кажется, что это более интересно звучит. Тем более, что мы будем добавлять сюда еще дополнительные ударные звуки, которые будут заполнять все эти пустоты. Точно так же, как и с мелодией, мы сделаем с битом, то есть в нем будет много элементов, но у этих элементов будет довольно простая партия. В общем-то, это простое правило. Чем больше элементов в вашем бите, тем проще должен быть каждый элемент. Еще мы можем каждый второй звук сделать потише. Еще мы можем выделить все звуки, зажать Alt, покрутить колесо мышки и убавить все выделенные звуки. И, кстати, вот в таком режиме не обязательно каждый раз правой кнопкой мышки сжать и выбирать пианоролу. Можно просто нажать на окошко пианоролу и он откроется. Пропишем вторую партию и она будет тоже очень простой. Партия не обязана быть сложной, она обязана как-то дополнять ритм бита. И еще. Второй хэт все-таки немного выделяется, он занимает довольно много места и поэтому мы можем его либо убавить, либо сделать еще кое-что. Открываем его настройки сэмпла и вот здесь вот опять в скучных настройках сэмпла можем открутить у него немножко фейдаута. Так же, как сделали с сэмплами и это сделает его на слух меньше. То есть он по-прежнему дополняет ритм, но при этом занимает чуть меньше места. Ну и куда, конечно же, без кика? Его бустим посильнее. Как правило, партия кика совпадает с партией баса. Но это не железное правило. Иногда можно делать по-другому. Например, мы можем здесь вот оставить бас звучать сольно, а вот сюда прописать кик уже. А вот здесь добавят еще кик. И вот здесь повторяем снова этот парт. Ну, например, вот этот звучок уберем. За счет вот этой, опять же, вариативности, которая появляется из-за того, что не все постоянно повторяется один в один, и у кика и у баса чуть-чуть разные партии, уже, с моей точки зрения, это делает бит чуть-чуть поинтереснее. И я не говорю вам, что каждый раз нужно делать партию кика и баса разной. Я говорю вам просто, что вы можете с этим экспериментировать. И в некоторых случаях парт кика и баса одинаковый звучит интереснее, а в некоторых нет. В конце у нас есть ускорение баса, также можем сделать ускорение кика. Вот. И еще, естественно, заходим в веселенькие настройки сэмпла для кика и немножко подкрутим для него буст. Вот бит уже как-то, как-то звучит, и на этом, в общем-то, можно было бы остановиться. Но мне хочется поэкспериментировать, и я вас призываю к этому. Добавляйте звуки, убирайте звуки, постоянно экспериментируйте со своим битом. Это единственный способ научиться делать что-то по-своему. Так что добавим open head. Расположим его как-нибудь вот так, чтобы он играл одновременно с басом. Здесь он будет играть без баса, то есть просто каждые два такта он будет играть в одном и том же месте. Чтобы было прикольнее, мы сделаем этот open head тоже на ускорении вместе с басом. То есть он будет ту-ду-дун делать тоже. Можно даже чуть-чуть поиграться с его громкостью. Возникает следующая проблема. У нас бит весь такой маленький, коротенький, остренький. То есть у него все звучки короткие, без длинных хвостов. А у open head хвост довольно длинный. Так что точно так же fade out его немножко подкручиваем. И вот эти перки, хеты, клэпы, басы, как обычно, будут в паблике ВКонтакте школы битмейкинга. Ссылка в описании. И там же, как я уже говорил, будут синтшоты. Добавим перки. Два вот таких вот простеньких перка. И этот будет выполнять очень простую роль. Он будет играть вот так. Он просто тоже чуть-чуть усиливает ощущение ритма. А этот перк будет отыгрывать вместе с клэпом. Но там, где клэп делает один удар, он будет делать два удара. Мне хочется, чтобы первый был потише. А piano roll очень легко позволяет это делать. Поэтому я призываю вас писать через piano roll, а не через такой вот режим step-sequенсора. Мне кажется, в piano roll гораздо больше возможностей. И это прикольно. И тут мы подходим к важному моменту. Как не нагрузить свой бит всякой лишней мучью? Как не сделать его, как винегрет из компота, лука и сиропа? Все очень просто. Нам нужно выключать звуки по очереди. Если вы выключаете один из звуков, и ритм не меняется, то есть он не становится слабее, или местами становится лучше, то от этого звука совершенно точно можно избавиться. И еще конкретно вот этот бит очень равномерный. То есть кроме ускорения в конце, которое не очень мощное, у него нету каких-то супер нагруженных частей, супер разгруженных. То есть он звучит равномерно. В первое время, по крайней мере, точно нужно особое внимание обращать на равномерность бита. В нем не должно быть каких-то супер-мега загруженных тактов, каких-то супер разгруженных тактов. Вот то есть как наш паттерн. Он звучит плюс-минус равномерно. И вот я рекомендую вам делать, по крайней мере, в начале примерно так же. А когда вы наберетесь своего опыта, уже делайте как хотите. Поскольку у нас много перкуссионных звуков, мы теперь можем сделать еще одну штучку. Подкрутить shift. Что это такое? Это смещение начала звука. В настройках FL Studio есть такая штука. Вот она, shift. И по сути она отвечает именно за это. И я вам не рекомендую крутить shift больше, чем наполовину. И даже наполовину не рекомендую где-нибудь вот так вот. Потому что иначе бит совсем криво будет звучать. Вот когда один звук звучит с большим шифтом, это плюс-минус как-то ок. Но если все будут так сдвинуты, это будет кошмар. Так что чуть-чуть подкручиваем его для каждого перкуссионного звука. То есть хай-хеты, перки, open-хеты. Но не трогаем kick и snare. И из-за этого появится еще чуть-чуть больше кача. Зазвучало поприкольнее. Теперь перед тем, как мы закончим, я покажу вам еще пару моментов, которые вы могли не знать. Например, если мы зажмем alt и будем нажимать на стрелки, мы можем двигать расположение звуков channel rack. Также, чтобы обработать звуки, мы должны их отправить на микшер. А чтобы быстренько разбросать все звуки по микшеру, мы можем выбрать те звуки, которые мы хотим разбросать. Открыть микшер, выбрать канал, например, первый, нажать ctrl-shift-l. И эти звуки разбросаются, начиная с этого канала. Верхняя панель увеличилась из-за названия сэмпла. Чтобы его переименовать, средней кнопкой мышки, то есть на колесико нажимаем, удаляем ненужное, жмем enter, все ок. И еще, если вы хотите заменить вот эти бегающие полоски бейформами, нажимаем alt и w и видим вот это. И на этом у меня все. Если хоть что-то, хоть капелюшечку, чего-то вы узнали полезного в этом видео, то можете поставить ему лайк. И мне будет очень приятно, если в комментах вы напишите, что именно вы узнали. Или продолжать мне эту серию роликов или нет. И, соответственно, если не понравилось, было неинтересно, скучно и ничего нового не узнали, но что поделать, ставьте заслуженный дизлайк. Как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу от и до, полный, полноценный видеокурс по битмейкингу. Его можно заказать у меня, ссылка на меня в описании, там же у меня можно узнать о нем подробнее. И если вы еще не подписались на этот канал, то самое время это сделать. И обязательно, обязательно посмотрите другие видео на этом канале, они не менее, а то и более интересны. Если вам понравилось это видео, то другие понравятся точно. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас, пока!